Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Штурм Октябрьского. Кто и зачем пытался захватить здание прямо во время концерта? Рано радовались, шахтеры Ингульской после забастовки получили повышение зарплат и судебные иски. За что? И жил бы, но вылечили. Во Львовской области пациент скончался в результате неправильного диагноза. Накажут ли врачей? Ультраправые всех стран. В Праге собрались сторонники развала Европейского Союза. Чем не угодил ЕС? Штурм Октябрьского. Дежавю сегодня особенно явно ощутили зрители, которые пришли на концерт, а попали на погром. В Киеве штурмовали Международный центр культуры и искусств. Люди, купившие билеты на джаз, вместо музыки слушали отголоски потасовки и бьющихся окон. Дошло до газовой атаки. Митингующие пытались ворваться в здание. Силовики преградили им путь. С чего все началось и чем все закончилось? Давайте посмотрим. Едва Саакашвили после выступления на митинге заявил, что в Октябрьском дворце будут обустраивать координационный штаб, часть людей сразу же двинулась к зданию. Организаторы акции попытались увезти людей, но часть протестующих остались и начали бросать в правоохранителей бутылки с водой и петарды. В результате штурма некоторые все-таки прорвались в здание Октябрьского дворца, но дальше холла им пройти не дали. Ведь в это время в концертном зале, по информации полиции, находилось порядка 800 человек, в том числе и дети. Все они пришли на джазовый концерт. Покинуть помещение им удалось лишь после того, как правоохранители освободили здание. В нацполиции заявили, что задержанных пока нет, но есть пострадавшие среди силовиков, в том числе от отравления неизвестным веществом. Общее количество пострадавших уточняется. По факту штурма Октябрьского дворца возбудили два уголовных дела. На данный момент слідчие начали два криминальные проведения за ст. 15 и ст. 341 ККК. Это замах на захопление государственных или общественных поддельных или споруд. Также ст. 345 ККК погроза или насильства о работе правоохранного органа. И решается вопрос о открытии криминального проведения за ст. 343 ККК перешкоджения деятельности правоохранителей. Что касается пострадавших, я могу отметить, что на этот момент у меня есть информация про пострадавших с боку правоохранителей. И до труяння невідомой речевиною, что до митингувальников, наразе такая информация официально по линии 102 до нас не отходила. После столкновений протестующие переместились к зданию Верховной Рады, где организаторы митинга заявили, что не собирались захватывать Октябрьский дворец. И они за мирные протесты и против насилия. Ольга Теребинская, подробности, телеканал Интер. Буквально только что стало известно, что в стычках пострадали 15 нацгвардейцев, 17 полицейских. Они госпитализированы с побоями и отравлением неизвестным веществом. Убытки Октябрьского дворца сейчас подсчитывают. О последствиях сегодняшнего погрома нам расскажет Руслан Смещук. Он находится там сейчас на месте. Руслана, здравствуй. Расскажи о том, что происходит прямо сейчас с твоей спиной. Наталья, приветствую. На данный момент внутри Октябрьского продолжается концерт джазового оркестра Глена Миллера. Большое для Киева событие. Если же говорить о ситуации в целом, она достаточно спокойная. Хотя каждый из входов внутрь здания находится под усиленной охраной сотрудников полиции и бойцов нацгвардии. Вот сейчас мы находимся возле центрального входа. Тут до сих пор не вставили стекла после штурма здания сторонниками Михаила Саакашвили. Сейчас он не функционирует. Зрители попадали через боковые порталы. И вот, несмотря на то, что ситуация вроде бы стабилизировалась, как я понимаю, тем не менее, сохраняется небольшая, но возможность рецидива, возможность того, что сторонники Саакашвили опять сюда придут, это может перерасти в беспорядки или даже столкновение с полицией. Поэтому возле Октябрьского на парковке дежурят многочисленные автомобили полиции, национальной гвардии. Я пообщался с силовиками. Они говорят, что дежурить здесь будут минимум до утра, может быть, и даже завтра. Но вот на данный момент такая ситуация. Наталья. Спасибо, Руслан. Руслан Смещук о последствиях штурма Октябрьского дворца в столице. Все причастные к штурму должны понести ответственность в первую очередь нардепы. Об этом сегодня заявила первая вице-спикер Ирина Геращенко. На своей странице в Фейсбуке она написала о том, что депутаты, которые принимали участие в сегодняшних событиях, должны публично извиниться перед обществом и в первую очередь перед зрителями, которые были заблокированы в зале. Также действия сторонников Саакашвили осудили Канада и Великобритания. Послы этих стран в Украине раскритиковали попытку штурма во время концерта. Захват и уничтожение публичных зданий – это злоупотребление правом на мирный протест, так в Твиттере своем написал посол Канады в Украине Роман Твощук. Его поддержала посол Великобритании Джудит Гофф, которая заявила, что полностью с ним согласна. Завтра штормить будет уже половину страны. В прямом смысле этого слова Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в 12 областях нашей страны. Прогнозируют дождь, снег, гололед, метели. Непогода охватит практически все регионы, кроме западных. Порывы ветра местами будут достигать 20 метров в секунду. В Закарпатье стихию уже пережили. 9 районов этой области затопило. Пик паводков пришелся на сегодняшнюю ночь. На данный момент дожди наконец-то прекратились, и уровень воды в реках начал снижаться. Наш корреспондент Марина Коваль отправилась в наиболее пострадавшее село Ольховку. Вот так сегодня выглядит дорога в селе Ольховка. Она под водой. Глубина около полутора метра. Добраться к своим домам можно только на лодках. Вода начала прибывать вчера после обеда. Спасатели на лодках вывезли из потупленных домов 170 жителей. Каким был уровень воды, видно на стенах домов. Зараз на спадке шла вода. Ночью велика вода была. И ночевал дома Ярослав. Его жилище до сих пор в воде. Мебель в Иле, на полу грязная вода. Вряд ли семья сможет отпраздновать здесь Новый год. Вместе с детьми и супругой пока живут у родителей. Теперь жители боятся резкого похолодания, которое прогнозируют уже этой ночью. Такая у нас была вода. Вот так вот здесь было. Сидится целью трюкать. Мы поднимали, что могли, но вода делает свое. Смотрите, как у нас было. Наша дом уже 50 лет в доме. Это еще дедик строил. Она может рассыпаться. Что мы будем, где мы будем жить, с детьми, куда мы пойдем. Как, где мы будем. По данным сельского головы, в Ольховке подтопило больше 200 дворов. Жители устроили акцию протеста, перекрыв движение на трассе Мукачево-Рогатин. Люди говорят, воду нужно откачивать, а техники нет. А еще требуют построить новую дамбу, которая могла бы сдерживать реку. Никто никуда не перейдет, докид не прийдут насос. Ни докид не будут откачивать воду. Там уже вода упала, а у нас в бутынках вода стоит. К протестующим приехал районный руководитель спасательной службы. Говорит, с дамбой не поможет, а вот технику для откачивания воды уже попросили в соседних районах. Мы вызвали дополнительную ПНС, мощную из Хуста. На данный момент 16 рятувальников, 3 одиницы техники, 6 мотопом. Не в этом одном месте, в целом в Ольхове. Дорогу люди все-таки разблокировали. Убытки от наводнения в Закарпатии начнут подсчитывать завтра. Но в обладминистрации уже заявили, что счет будет идти на миллионы гривен. Марина Кова, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. На Светлодарской дуге бьют из тяжелых орудий. Боевики используют минометы калибром 120 мм. Они запрещены минскими соглашениями. Только в первой половине дня в сторону украинских армейцев выпустили 70 снарядов. На позициях работала Ирина Баглай. Ничего не трогаем руками. Почему? Потому что территория была ранее принадлежала сепаратистам. А что находите? Растяжки, мины. Уже много самородных выработок. Не маскует под пачку сока. Несмотря на то, что эту территорию наши военные уже год как отбили у боевиков, передвигаться здесь можно только по проверенным тропам. Я пробегаю, вы пробегаете и все по одному. Там есть одно место на просредке. Бегу, 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 бегу. Там простреливаются, а вы там рискуете. Линии обороны наших бойцов сплошные руины и обстрелы боевики не прекращают. Уже неделя, как на передовой в районе промзоны, появился стрелок с противотанковым ружьем. Пулями разбивают кирпичные стены. ПТРД у них, ПТРС работает, это регулярно, это 14,5 калибр. Он передвигается, получается у него два пулеметчика, они нас отвлекают и только высовываются чуть-чуть. У них тепловизоры как бы стоят тоже. Или он, получается, с ПТРД тебя. Окопы противника здесь можно разглядеть без оптики. Вот, вот это в этих разваленных, у них эспешки, он дымится их. Блиндаж. Расстояние от 70 до 35 метров. В зависимости от времени суток. Аккуратно головы. На промзоне, на территории бывшего дачного поселка, боевики оборудовали три линии обороны. И у каждой своя роль. Первая постоянно провоцирует, каждый вечер, только темнеет. На второй сидят там такие с ПТРД, с крупными винтовками, начинают прицельно бить, разбирать. Ну, а третья там минометы. Там куча домов, подвалы, занес минометы и все. При этом боевики пытаются, не выходя из окопов, приблизиться к позициям военных. Ну, видите, рядом подкапываются, блин, потихонечку. Так что до нас подходят. От ночных обстрелов боевики перешли к круглосуточным. Несколько дней подряд они бьют из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по армейцам уже с утра. Ирина Баглая, Андрей Косюк, Евгений Малерчук. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Дети погибших воинов АТО получат подарки из Брюсселя. Украинская диаспора провела благотворительный концерт и ярмарку. Сколько собрали, знает Елена Абрамович. Спальный район Брюсселя. Здесь, в украинской церкви, этим вечером можно и новогодние подарки купить, и вкусно поужинать. Ну, отзвичайно смачно. И голубцы, и воронки, и борщ, и Наполеон, и мудельничок, и сыр. Все приготовили организаторы. Внесла свою лепту и главный вдохновитель праздника Екатерина Сгадзай. Сегодня я приготовила сама два Наполеона. Катя в Бельгии уже 12 лет. Благотворительностью занимается со времен Евромайдана. Вместе с объединением Украина к Бельгии. Мы хотим заработать денег для подарков на Рождество. Для детей, которые потеряли папу или маму на войне. Торгуют на ярмарке украинским товаром. Вышиванками, бусами. Есть украшения, которые делали украинские дети-аутисты. Вот такие броши. Прекрасно. И еще купила вот такой дзвеночек для своего коллеги. Вот на месте, на шею. Ручной работы. Сувениры и изделия в основном ручной работы местных мастеров и художников. У большинства бельгийцев, которые пришли на ярмарку, есть родственники в Украине. Но некоторые просто проходили мимо и заглянули. Нет, ничего не знаю об Украине. Увидел, что будет концерт традиционный. А я люблю фольклор. У меня жена украинка, и я обычно хожу с ней на все мероприятия общины. А еще мне очень нравится еда. Традиционные блюда организаторы продали все. 400 вареников, 100 голубцов, 10 литров борща и вдвое больше глинтвейна. Завершилась ярмарка концертом украинского фольклорного ансамбля с народными и рождественскими песнями. За вечер организаторам удалось собрать более 2000 евро. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. На Москву Великобритания впервые за 5 лет отправляет высокопоставленного чиновника с визитом в Россию. Глава МИДа Борис Джонсон встретится с Сергеем Лавровым уже на этой неделе. Значит ли это, что Лондон смягчил свою позицию? Разбиралась наш британский САПКОР Светлана Чернецкая. Отношения Лондона и Москвы резко ухудшились после аннексии Крыма в 2014. Великобритания была главным лоббистом санкций против России и демонстративно отказывалась от любых контактов на высшем уровне. Но главный дипломат страны Борис Джонсон собрался изменить эту ситуацию. Он едет в Москву, чтобы наладить отношения между странами. Эксцентричный британский министр уже собирался в Москву в апреле, но в последнюю минуту отменил визит. Это случилось после химической атаки в Сирии, когда погибли более 70 человек. Бомбардировку устроила армия Асада, которую поддерживает Россия. В этот раз ничто не должно помешать планам. И в конце недели Джонсона ждут в российской столице. Правда, визит могут омрачить новости из британского парламента. Тут уже во втором чтении обсуждают закон об отказе в визах российским чиновникам, причастным к коррупции и нарушению прав человека. Они не должны свободно приезжать сюда, спускать свои деньги на недвижимость, делать операции в наших частных клиниках, отправлять своих детей в дорогие частные школы и жить среди нас безнаказанно. Их активы должны быть заморожены. К тому же в день встречи Джонсона с Лавровым в парламенте устраивают дебаты на тему российского вмешательства в британскую политику и общество. То есть очевидно, что идти на уступки Москве и закрывать глаза на ее действия в Британии не собираются. Да и сам министр иностранных дел говорит, что он едет с призывом к России прекратить вести себя как изгой в мировой политике. Главные темы, которые будут обсуждать дипломаты, война на Донбассе и аннексия Крыма, которую России не собираются прощать. А также ситуация в Сирии. В Европе до сих пор непонятно, какого результата там добивается Москва. В любом случае, эти первые за пять лет официальные переговоры обещают быть очень интересными. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Аграрная партия будет участвовать в следующих местных и парламентских выборах. Об этом сегодня на съезде этой полицилы заявил глава ее Виталий Скоцек. Какую альтернативу на этот раз предложат украинцам? Инна Томина подробнее. Почти полторы тысячи делегантов и больше двух тысяч приглашенных. В столице прошел очередной съезд аграрной партии. Вот уже третий раз сторонников полицилы, аграриев со всех регионов страны, разместил дворец Украина. Сегодня подведен был подсумок и взяты, может быть, ориентиры. Понимаете, аграрии – это люди, которые сегодня несут функцию, выполняют функцию государства. Они ремонтуют школы, они ремонтуют детские садочки, они ремонтуют ФАПы. Они есть той поддержкой для людей, которой была бы была государство. В резолюции съезда прописали несколько требований. Среди них провести комплексную земельную реформу, искоренить коррупцию в стране, создать антикоррупционный суд, изменить избирательную систему. О последней на съезде говорили немало, ведь в этом году аграрная партия в тройке лидеров на местных выборах. Дальше программа «Минимум» удвоить результат и пройти в парламент. После выступления лидера наступил торжественный момент. За конкретные результаты работы награждали региональных представителей. Среди тех, кого отметили, и фермер Олег Калиман из Запорожья. Он стал меценатом года. Мы развиваем наше село, у нас там порядок, у нас там рабочие места, у нас там практически стопроцентная занятость населения. Но не только хозяйственники сегодня участвовали в дискуссии. Также присутствовали известные художники, врачи, предприниматели, юристы, бойцы АТО и спортсмены. Неужели только политики у нас могут участвовать в политической жизни? Я хочу изменить все то, что происходит в спорте у нас. Что нету никаких реформ. Что уезжают люди, элита, история нашей страны за рубеж. Мы должны вместе объединяться и что-то делать. В конце дня на съезде приняли устав партии, а также обновили состав полицовета и президиума полицилы. Инна Томина, Сергей Ведмить, подробности, телеканал Интер. Украшение шахтеров. В Крапивницком подали в суд на горняков, которые месяц назад провели акцию протеста и отказались подниматься на поверхность. Они требовали повышения зарплат и добились своего. Кто и почему теперь с ними судится, выясняли наши корреспонденты. Шахта Ингульская под Крапивницким. В начале ноября, после смены, бригада горняков отказалась подниматься на поверхность. Требовали увеличить зарплату. Их поддержали сотни коллег. На 6 тысяч прокормить семью, снять квартиру. Это же нереально. Наши требования, чтобы нам подняли заработную плату на 50% с октября месяца. И на март месяц еще на 50%. После двух дней переговоров компромисс был найден. Горнякам уже повысили зарплату на 25% и еще на 40% обещают поднять в марте следующего года. Но спустя месяц после акции шахтерам массово начали вручать повестки в суд. Мы получили эти бумаги, так сказать, акты. И было, естественно, удивление, как так. Мы знаем, что мы не виноваты. И если бы наше руководство выполнило те обещания, которые были сделаны еще с начала этого года, то такого же не было бы. Руководство госпредприятия «Восточный горнообогатительный комбинат», в структуру которого входит шахта Ингульская, подсчитало. Забастовка горняков обошлась почти в полтора миллиона гривен. А потому подали в суд иск. Требует признать акцию протеста незаконной, рассказывает глава профсоюза. Рассматривает иск Кировоградский районный суд. На первое судебное заседание от госпредприятия явились только юристы. Почему спустя месяц и вопреки подписанным договоренностям руководство подало в суд? Подробности направили запрос на предприятие. Тем временем горняки уверены, иск – это месть. И не исключает, что если суд признает акцию незаконной, руководство оштрафует работников, либо же вовсе отменит распоряжение о повышении зарплат. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности – телеканал «Интер», Кропивницкий. Залечили до смерти. Во Львовской области из-за неправильно поставленного диагноза скончался пациент. Вместо того, чтобы лечить патологию почки, мужчине удалили аппендицит. Кто ответит за эту ошибку, разбиралась Галина Якошко. Наталья показывает дом в центре села Славита, где жил ее брат. Он умер две недели назад. Женщина рассказывает, Андрей Садовый год был в зоне АТО. Оттуда вернулся живым. А дома его погубила врачебная ошибка. Недавно брату стало плохо. Скорая привезла его в больницу в городе Глиняны. Наталья хотела перевезти брата в львовскую больницу, но врач настоял на операции здесь же. После нее, говорит женщина, брату становилось только хуже. Отправить садового в стационар во Львове удалось только на пятый день, где он и умер от болезни почек. Почему так случилось? Съемочная группа подробностей попыталась узнать у оперировавшего врача лично. Лечащий врач запретил себя снимать, не на камеру рассказал своей вины, в случившемся не видит. Мол, у пациента была редкая патология. Аневризма правой почечной артерии. Поставить правильный диагноз в Глинянской больнице не смогли бы. Там нет нужного оборудования, говорит главврач хирургического отделения во Львове. Юрий Шаваров добавляет, смерть Андрея Садового – это трагическое стечение обстоятельств. Ведь при прохождении медкомиссии перед отправкой в зону АТО патологию тоже не обнаружили. Случайность или нет, уже разбираются правоохранители. Доказать, что к смерти пациента привела ошибка врача сложно, говорят юристы. Ведь зачастую медэкспертизу, которая устанавливает причины смерти, проводят коллеги-медики. И информация о болезни в медкарте скудная. Не все вносят информацию в медицинскую карту. Эксперт берет для выучения и говорит, что тут два решения, я с этого не смогу сделать выяснение, что было у него, какой имоверный диагноз. И если лекарь правильный поставит диагноз. Впрочем, если правоохранителям удастся доказать вину врача, ему грозит до двух лет тюрьмы. Галина Якошко, Юрий Голубинго. Подробности. Телеканал Интер. Львовская область. Правый фронт. Европейские популисты собрались на встречу в Праге. Провели там конгресс крайней правой фракции Европарламента Европа, Наций и Свобод. Кто приехал и к чему призывали, подробнее расскажет Татьяна Лагунова. Правые популисты за распад Европейского Союза. Говорят, ЕС угрожает не только национальным интересам стран, которые в него входят, но и самому их существованию. Это общая оппозиция представителей крайне правых партий Европы в эти выходные. Они провели съезд в Праге. Заседали всю субботу. Итоги поручили озвучить самым узнаваемым лидерам Марин Лепен от Франции, Герту Вильдерсу от Нидерландов и Томио Акамури от Чехии. Посылы традиционные. ЕС нужно разрушить. Прием беженцев остановить. В своей стране каждый должен делать то, что привык. Все должны вести себя по-европейски. Или уезжайте. Хочу напомнить, что среди нас нет ксенофобов. Мы в оппозиции к ЕС, так как считаем его катастрофической организацией. Масштабы миграции уже невыносимы. Наши культуры исчезают. Мы за разнообразие. Мне нравится, если чехи – это чехи, французы – это французы, а итальянцы – это итальянцы. Место проведения съезда правые популисты выбрали не случайно. Чехия – одна из тех стран ЕС, которые категорически отвергают идею квот на прием беженцев. Но, тем не менее, без акций протеста не обошлось. Сотни жителей Праги вышли на мирную демонстрацию под лозунгом «Национализм не решение». Проблема – это политики, которые разжигают ненависть в обществе, ненависть против социальных групп, ромов, мусульман, евреев. Пока правые популисты в Праге призывали к развалу Объединенной Европы, лидеры ЕС в Брюсселе подводили итоги своего саммита. Договорились и дальше работать над реализацией миграционных квот. А также усилить сотрудничество в сфере обороны. То есть запустить оборонный проект Песка. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности – Европейское. Бюро телеканала «Интер». Турция намерена открыть посольство в Палестине. Дипконсульство планируют разместить в Восточном Иерусалиме. Президент Турции Раджи Пардаган напомнил, что Анкара уже признала Восточный Иерусалим столицей палестинского государства. Но открыть посольство там сейчас не могут по причине оккупации города. Напомню, в начале декабря американский президент признал Иерусалим столицей Израиля. И заявил о намерении перенести в этот город посольство Соединенных Штатов Америки. В Стамбуле представители украинского духовенства провели воскресную службу. После чего посетили церковь святого Георгия Победоносца. И встретились со вселенским патриархом Варфоломеем. Все подробности расскажет Александр Васильченко. Это Каракей, один из самых старых районов Стамбула. Здесь, на узких улочках, находятся сразу несколько православных храмов. Это храм святого апостола Андрея Первозванного. Константинопольская церковь была основана именно этим святым. Сюда с самого утра идут прихожане на молебен. Воскресную службу провел владыка Антоний, митрополит Бориспольский и Броварской. Зажженные свечи, утренняя молитва. В просторном храме яблок у них где упасть. Люди делятся впечатлениями. Очень впечатлило, конечно. Душа открылась прямо. После службы представители украинского духовенства посетили церковь святого Георгия Победоносца с главным храмом Константинополя. Здесь священнослужители приложились к нетленным мощам трех святых. После этого прошла встреча со вселенским патриархом Варфоломеем. Пресвятейший благословил нашу страну и обратился ко всем украинцам. Мы благодарим митрополита Антония за то, что он провел службу сегодня утром в русскоязычной общине нашего города и благословил славяноязычных верующих и передал им благословение своей церкви по случаю приближающихся праздников Рождества Христова. Пользуясь случаем, я передаю рождественское поздравление и желаю, чтобы в новом году был мир, единство, благосостояние ради славы Божьей и во благо всего человечества. Наша православная церковь молится на каждом богослужении за мир во всем мире, и тем более этот мир должен являться характерной особенностью всех православных верующих. Да пребудет с вами Господь! Хороших вам праздников! Владыка Антоний, митрополит Бориспольский и Броварской отметил, эта встреча важна для всего православного мира. Он переживает о тех событиях, которые происходят и в обществе, и в украинском православии, и будет молиться для того, чтобы Господь умиротворил каждого украинца, и чтобы Господь даровал мир нашим людям и дал вразумление тем, кто сейчас находится пока за пределами церковной ограды, чтобы они вразумились и соединились подлинной канонической церковью Украины. На встрече также говорили и про политическое давление на церковь. Мы проинформировали Святейшего Патриарха о ситуации как в политической жизни Украины, так и в религиозной жизни Украины. И получили от него заверение в полной поддержке канонической церкви. И им были высказаны мысли о недопустимости дискриминации канонической церкви на законодательном уровне, о недопустимости гонения на прихожан нашей канонической церкви. Он поддержал нас в том, что государство не должно вмешаться в церковные вопросы и вмешаться в церковный диалог. Патриарх Вселенский Варфоломей заверил, что и дальше будет поддерживать Украинскую Православную Церковь. Александр Васильченко, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер из Стамбула. Чей фуникулер самый крутой в мире? Сколько теперь стоят биткоины? Как поживает семья, в которой все сменили пол? Обо всем этом в нашем обзоре. Не американские горки. В Швейцарии между городами Швиц и Штос запустили самый крутой фуникулер в мире. Уклон пути 48 градусов. Но как бы ни был крут подъем, вагончики, напоминающие пивные бочонки, всегда будут находиться в горизонтальном положении благодаря регулировке уровня. На строительство ушло 14 лет и 45 миллионов евро. Не по дням, а по часам. Стоимость одного биткоина превысила 19 тысяч долларов. Еще неделю назад за него предлагали на 2 тысячи меньше. Такой всплеск популярности цифровой валюты эксперты объясняют расширением сферы ее использования. В последнее время все больше мобильных приложений и заведений принимают оплату именно электронными деньгами. Настоящая Санта-Барбара. Семья в Аризоне в полном составе стала трансгендерами. Родившая двух детей. 40-летняя женщина теперь мужчина по имени Дэниел Хэрот. Супруга Хэрота, 62-летняя Ширли Остин, в недавнем прошлом мужчина. Их дочь, 13-летняя Джошуа, родилась мальчиком, но в 7 лет почувствовала себя девочкой. А 11-летний сын Мейсон, естественно, тоже родился не мальчиком. В семействе также живут две собаки. Об их гендерной самоидентификации не сообщается. За равноправие в Саудовской Аравии женщинам, помимо легковых автомобилей, разрешат водить грузовики и мотоциклы. На транспортных средствах не будет предупреждающих знаков о половой принадлежности водителя. Напомню, что в принципе сесть за руль саудовским женщинам разрешили только в сентябре этого года. Ультра-современный сервис. В ресторане в индийском городе Чинае между столиками маневрируют роботы-официанты. Вернее, официантки. Близняшек можно различить лишь по разноцветным платкам. Владельцы говорят, электронный персонал с работой справляется не хуже, чем живой. К тому же вызывает небывалый интерес у клиентов. Это все новости на сегодня. Приятного вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин